Создавать и изо дня в день дарить зрителю прекрасная работа нелегкая. В 2014-м, который в России объявлен Годом культуры, музыканты, певцы, танцоры, библиотекари, сотрудники музеев стараются идти в ногу со временем. Эти люди должны не только каждый раз удивлять зрителям, но и помнить о своем главном предназначении – хранить духовные ценности народа. Работник культуры должен ввести к людям вечное, и не только сегодня, а вообще работники культуры. Это хранители истории нашей, нашей истории, истории русского человека, истории русского государства. То государство, у которого есть история, то государство и живет. Поэтому в первую очередь мы, конечно, должны нести вечное, яркое, светлое нашим людям. Во вторую очередь, конечно, должен быть, наверное, работник культуры маленько осовремененным к данной ситуации, к сегодняшнему дню. Искать какие-то новые методы работы, искать новые пути, вот те пути, через которые можно донести до людей вечное, опять же. Сегодня в Ленинске-Кузнецком более 400 человек трудятся в этой сфере. А сеть учреждений культуры – это 4 образовательных учреждения, 5 дворцов культуры, краеведческий музей, выставочный зал и централизованная библиотечная система. В дворцах культуры функционируют около двух сотен клубов. Ваша благородная деятельность направлена на сохранение историко-культурных традиций, в то же время на воспитание идеалов добра, духовности, нравственности подрастающих поколений, а также приобщение современного общества к искусству, красоте и гармонии. Ни для кого не секрет, а вы это знаете, тем более, культура обладает великой силой, оказывает благотворное влияние в умы, сердца людей, дает вам силы жить и творить в пользу души. В своем ответном слове работники культуры преподнесли главе города символический подарок – скрипка для первой скрипки Ленинска-Кузнецкого. Почетными грамотами управления культуры были награждены 14 лучших работников и более 30 стипендиатов. Почетные грамоты Департамента культуры Кемеровской области получили два работника культуры, еще двое награждены благодарственными письмами. Муниципальные награды вручили 20 лучшим представителям профессии. Но самый главный подарок работники культуры сделали себе сами. Для них создавать хорошее настроение – это не просто работа, а любимое дело.